друзья леди джентльмены дамы и господа я вас приветствую на канале алекс дозор и сегодня у нас да таки обзор у нас сегодня сиси айпла 13 дождались хотел конечно быть первым но не всегда удается так как хочется слава богу вообще что они есть у меня на обзоре и это и это классно короче говоря это одни из самых дешевых планаров у кз тоже вышли планары стоят они примерно столько же ну да данный момент в магазине в официальном сиси а их можно купить за 63 доллара ссылка на них и на магазин в описании ролика хороший магазин вполне себе забегу вперед хорошие наушники за их цену ну и судя из названия вы уже понимаете да что это во-первых народные скажем так бюджетные а во-вторых комфортные планары да и о чем здесь все таки слова комфортной почти ни о чем нам не говорит да и о чем здесь пойдет речь мы узнаем чуть попозже сначала мы посмотрим комплект поставки смотреть тут конечно как всегда будет немного на что но это кстати с одной стороны плюс но об этом я вам сейчас расскажу друзья вот в такой вот мини спичечной коробочки приходят эти наушники она чуть чуть меньше обычной уже как бы многие модельки пришли в такой но это не суть понимаете 63 доллара я согласен как бы вот ну реально если не переплачивать 27 долларов как стоят практически все остальные планары данным на данный момент уже не считая больших им им же конкурентов отказе и тех же лисичек а от кенеры вот то на 27 долларов можно докупить себе и кабелей и чехлов и амбушюр чего угодно кстати это здесь лучше будет все-таки сделать потому что то что здесь приехала это вот чисто для того чтобы проверить наушники и отложить их куда-то в сторону не наушники аксессуары смысле короче говоря здесь стоит 3 и 2 миллиметра планарный излучатель какая-то r&d r&d патент не знаю о чем идет пречь если кто знает напишите в комментариях будет довольно таки любопытно почитать бывает моделька с микрофоном или без него и технические характеристики модели это у нас 20 частотка 20 герц 20000 герц импеданс 16 он плюс-минус 3 ома и чувствительность 100 плюс-минус 3 децибела вот как бы так смотрите почему я стал мини коробочка потому что он чуть-чуть меньше обычных стандартных которые были раньше ну теперь почти все так приходится таких коробочках вот такой вот ложементик здесь вот такой вот мануальчик макулатурщик и отметочка о прохождении контроля качества все убираем это дело в сторону и достаем сами сами планары планары выглядят ну как по мне с ног шибительно я конечно еще сижу на стуле никуда меня не шибло никуда я не упал могут вот внешний вид у них крутой смотрите стеклышки через которые вот можно увидеть а вот видите мелькает тот тот самый магнитопланарный излучатель компенсационные отверстия сверху вот здесь вот целый ряд таких воздуховодов воду сзади или сбоку левый правый понятное дело компенсационное отверстие под самим планаром вот и ну и здесь и конечно коннекторы ну а как а как вы хотели за 63 доллара и то что вот мне действительно не пластмассовый звуковод тоненькие пластмассовый звук тоненькие я не люблю тоненькие ну блин тут металлический как-то было лучше ну вот ну капельку еще пару центов ну пусть бы они стоили 65 долларов на 2 доллара дороже ну ладно задел задел чуть-чуть ну ничего страшного так давайте мы это дело взвесим вот так вот он весит у нас 6 и 2 без амбушюрки с амбушюркой он у нас весит 6 и 5 из чего мы понимаем что три грамма сама амбушюрка да и вот так вот общий вес наушников 13 грамм вполне себе вполне не тяжелые как бы и хотел сказать и нелегкие да не ну 13 грамм это действительно просто вот не тяжелые не тяжелые наушники а и зачем зачем я ее надел амбушюрку вы не знаете случайно нет вот и я не знаю немножко приболевший тяжело снимать но но снимать надо до мышки плакали давились но ели как 4 6 4 5 грубо говоря там один миллиметр на погрешность не сверх точно это штангель циркуль и вот с бортиком для удержания амбушюр у нас получается 5 из 7 но пусть будет 5 и 5 вот ну пап скажу вам сразу мне 100 всей моей обширной скажем так коллекции амбушюр селе только мандаринки они хорошо плотно изолировали звук сделали такой более упругий бас ну как всегда все вы это знаете вот сейчас вот ссылочка на их обзор всплывет если что посмотрите что они добавляют ну вот в ушах вот самое главное что именно вот только с ними плотно хорошо без каких-то либо проблем вот 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 так вот это дело села поэтому никакие другие хорошо этого не сделали так убираем это в сторону и по кабелю кабель тоже ребята ну вот как бы знаете прогрев планаром конечно нужен но там разница ну так он потихонечку 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 а вот при смене кабеля и разница была неимоверная вот это ну честно просто чтобы проверить работоспособность наушников я поставил вот этот от юг и z недавно на него был обзор а вот ловите тоже ссылочку вот ребята все сразу чище стало сразу ширина появилась сразу как бы детальки обозначились вот-вот намного на две головы выше 540 по моему стоит этот кабель а когда я поставил вот это вот серебро чистая от singh я просто вот выхватил вау-эффект потому что я начал слышать после звуча струн именно вот с этим кабелем риберверации вот это тут все на вот этих ну тут вообще этого не было слышно вообще и близко о сравнении с вот этим тоже как бы здесь здесь чисто все хорошо но вот эти вот после звуча мне дал только вот это такие вот знаете от крепко осязаемые там они были легенькие здесь они вот такие крепко чувствительны ну что говорить уже когда я поставил свой балансный гибридная медь серебро позолоченный кабель там было вообще как бы все супер детальки подчеркнуты все нюансы все все дела все как бы ширина воздух все 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 появилось поэтому к замене вот эти вот все вещи обязательно все ну и давайте пока я а пока я сейчас уже не сорвался говорить о звуке давайте перевернем камеру и делом расскажу что они могут друзья и прежде чем начать о звуке попрошу вас подписаться на мой инстаграм страничку я там делаю вот эти прекрасные фотографии ну как мне кажется ну а вы можете там написать какие-то свои тоже комментарии вечера я стараюсь и хочется чтобы это было востребовано у меня там чуть-чуть буквально подписчиков хочется чтобы было больше это страну в поддержку канала там анонсы чуть заранее я выкладываю что тогда то тогда то будет то 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 и подробные фотки как все это дело выглядит я думаю что в принципе это интересно там же вы найдете и ссылочку на в описании ролика на саму модельку на официальный магазин сессия у которой я рекомендую все в порядке покупаю проблем никаких с магазином нету и давайте звуки этих наушников лица и ради этого с вами мы здесь и собираемся из названия вы уже поняли комфортные планары до общая подача этих наушников отличаются от их собратьев по излучателю и у них идет общая подача чуть на отдаление а в ней по всему спектру от а чеха вот больше веса и получается вот она как бы глубже она строит из-за того чтобы как бы низких ну на низких есть вес то везде есть вес из-за этого кажется глубже но и как бы позиционирование по планам тоже здесь присутствует тоже все здесь это есть давайте по порядочку сообщать есть она такая знаете не сильно рельефная не резкая нет она такая мягенькая мелодично уводящая вас вот на глубину таким вот мягким образом сама басбочка удар средней плотности вот нельзя назвать его там вот сверх плотным или легким вообще и вот как-то все это из-за того что находится на отдалении от вас она вот так как бы мягенько то есть к и комфортно звучит удары по барабанам барабанными палочками довольно таки техничные можно понять какую часть барабана падает палочка но на этом акцента нету то есть это слышно но это не преподносится вам вот так вот как вот вот как бонус плюс басовой линии нет это просто слышно и это приятно слышать это не резко это не хлестка это вот немножечко так вот знаете даже на отдалении я уже сказал немножечко мягко самую самую малость но это больше касается по сбочки ну то есть удары по барабанам звучат как как им и нужно звучать и то есть это дает как какой-то вот знаете заделана для техничности этой модели модель не надо нельзя назвать сверх техничный но техничность вместе присутствует то есть на среднем уровне она есть баз гитары немножечко там с виском лишним под добавлено поэтому они кажутся вот такими вот жирненькими но детальность присутствует струны слышно опять-таки особого акцента нету но расслышать это можно и вот знаете я часто слышу что мол вот вот такая подача жирком как вот металлисты любят ребят я люблю тяжелую музыку не всегда по настроению я как бы рост на тяжелой музыке вот и я не могу сказать что я люблю когда там больше веса больше жира нет мне больше нравится светлые резкие наушники такие вот как то так понимаете вот так чтобы это было вот так вот жирком вот и с реверверациями тоже как бы хорошо тоже приятно но может я как какой-то не тот любитель тяжелой музыки да может я неправильный любит кто любит тяжелую музыку ребят напишите как вам больше нравится чтобы она было вот порезче или чтобы она была жирком вот гитара переборы все струны все слышно все на месте все хорошо как рука бежит по грифу очень хорошо все это с чуток надбавленным весом и если но я уже показывал вам да только что поставить вот этот серебряный кабель я на нем то прям вот слышно реверверация струны после звуча как она вот эти вот обертана все все здесь это есть его так мы мог она так объемная ну так аж вот знаете ну хорошо классно звучит и не пилит не режет вот этого здесь абсолютно нет никаких запилов никакой рези вокалы мужской женский низкие знаете звучат вот как так как-то нежно сверх детальности на ней нету прям вот так вот вам там все не будут акцентировать от вдохов до охов с хрипотцой это все слышно но это не акцентировано то есть на этот нет упора здесь вот-вот действительно такие комфортные музыкальные планары по планам тоже хорошо строят если бэк-вокалист будет петь будет вот ну такое впечатление как бы он на хорошем на ногу то есть на том расстоянии на котором он должен быть от вокалиста и ну и это классно это вот ну ты ты понимаешь вот как бы что есть между ними расстояние все хорошо друг между другими инструментами все то же самое здесь не сказать так чтобы вот там пока выдвинуть вперед или там бас берут нет а ну вот примерно все на легком комфортном отдалении чтобы не резануть звучит единственное что резкому высокому вокалу может чуть-чуть не хватить так что фаса знаете аж взять за душу вывернуть и перевернуть не получится он будет слегонца смягченный приятный но опять-таки есть куча людей которые будут как раз вот этого не любят а любят или ищут вот вот так чтобы это звучало вот между перкуссией хорошее есть расстояние знаете все воздуха здесь вот такой вот как бы насыщенности на всем спектре нету вернее не насыщенности ну то есть как бы наполненность воздуха здесь вот наоборот все как-то вот так вот густо и насыщенно расстояние между инструментами есть и вот собственно между перкуссионными тоже но она вот такое вот как бы густовато и знаете вот густовато обволакивающее не сами инструменты хотя него тоже так под жирком и звучат а вот это вот расстояние между ними ну вот как бы такое знаете теплое вот действительно и там теплые планар и вот нету здесь холодности вот этой планарной обычное звучат они достаточно тепло но по план аром вот если как бы в сравнивать с теми же диока мы идти это я сейчас вам расскажу как как-то вот они будут теплее ровнее звучат не так резко об этом позже то есть вы поняли между перкуссионными инструментами расстояние есть но она прям не такой вот воздушная такой вот плотненько но детали это не лишает и опять-таки есть после звуча есть затухание не рекордные нет но они очень приятные они присутствуют вот как бы они не раздутые в ширину не сверх растянутые в длину и в очень тарелочков это тоже касается звучат комфортно звучат вот тоже по количеству количественно их много вот прям россыпь такая но нигде не режет и особо под знаете нет акцентов не на на c понятно нету потому что они но то есть чуть-чуть помягче но нас с тоже акцента как такового нет звучит тут больше как вот ближе к натурально-металлическому них плохому а код как и натуральный инструмент натуральная металлическая тарелочка звучит но вот как-то как-то вот по подчеркивание все-таки после звуча и затуханий здесь присутствует и делают их вот так вот как бы чуть-чуть чуточку как бы вкусней ну короче говоря я вам честно скажу наушники мне понравились звучат классно особенно как бы вот эти вот реберверации струн вот я еще раз сделаю на этом акцент я акцентирую этот момент звучит вот так вот жирненько со вкусом и вот ну класс наш рельеф этой струны чувствуешь вот как она когда-то в щепок или когда по грифу вверх палец вот тиранул по струне и если кстати дернуть вот как бы струну на концертах бывает нет резкого запила не будет удара по уху не будет но будет звучать вот вот действительно так вкусно я не скажу что это убийцы тех же диока тех же пан нет ни в коем случае они звучат совершенно по-другому для тех людей которые не любят резких светлых хрустящих холодных подач им вот лучше подойдет вот эти вот вот эти вот наушники также замечательные наушники получились у сисей давайте сейчас сравним с остальными с теми с наушниками которые есть у меня вот а я еще подготовлю ролик сравнения как бы всех вот этих трех планаров легкий анонс вот вместо как бы двух моделей как я обычно делаю будет три модели все сравниваем и ребятки все сравнения я делал на серебряном кабеле от x-inch или singh ну не считая только вот мера в исключении она вот на вот этом вот своем таком медном кабелёшки вот и на темпотек v1 и в роли источника и транспорт фио q3 вот как бы так ну и давайте быстренько обозначу что на своем месте остаются sd 3 от gs audio так как они более туда в нюансы даже можно сказать микро нюансы более информативные шире не гораздо ну и все все у них как бы в порядке они вот реально очень аналитичны наверное на данный момент самые аналитичные ушки из того что у меня есть коллекции поэтому ну как бы спору нету те кому они должны были быть конкурентом диока саль но от 7 герц и знаете саль но звучат светлее шире не теряя при этом глубину потому что басик здесь такой вот воздухом насыщенный прям наполненный здесь все эти краски не так сгущены сжаты но ну но они есть эти же играют гора гораздо выше чуть получается более информативней и как бы в них вот эти вот легче послезвучие здесь такие тяжелые обозначенные послезвучие здесь вот они такие легенькие но как бы для любителей не любители резкого звука все будет абсолютно наоборот то есть понравится больше си си айпла 13 я же все же люблю чуть-чуть порезче чуть-чуть посветлее поэтому как бы ну вот они на своем месте так давайте теперь немножечко пойдем с конца потому что ну то есть к сложному к сложному будем подходить постепенно и doom от кенеры звучат гораздо светлее но у них за счет того что как бы практически не чувствуется бас низкие частоты очень очень поверхностные а тут наоборот ну то есть они такие субертонами они весомы в них есть детали здесь в них только техничность а здесь еще и вот как бы такой вот знаете детали в в послезвучиях детали вот как бы в переливах вот басовых здесь вот ну сап бас как хорошо чувствуется который подводит общую подачу на глубину но не по позиционированию по планам а вот именно вот как бы на такую на глубину поэтому мне хоть и очень нравится подача кино рейду но будут стараться быть объективным здесь вот все таки будет очень многим людям эта подача придется более по душе блин ну как же они выглядят шикарно все такие вот но нет никакие фотографии и видеосъемка этого не передаст надеюсь моя видеосъемка это передаст мера здесь опять таки нету таких вот шикарных послезвучий здесь нету той ширины в сравнении с как бы вот здесь и глубина и на глубине ширина одновременно здесь же просто вот как бы глубина ну в сравнении опять-таки с пла 13 и детальность и все переливы все обертона ну то есть и сяпла 13 передает лучше все таким наверное для для плана равна до какой-то отдельный топ рейтинг делать чем я все таки все таки я и сделаю они немножечко как бы совсем по-другому звучат вроде бы как и похоже мы одновременно и по-другому поэтому ну то есть меру они тоже обходят и так вот на на виражах мира больше она как бы веселее но у нее чуть ярче вычая но но здесь они как-то более информативнее более вот такие знаете больше несутся за собой информации послезвучия сами здесь вот акцент на вот хоть она и низко построена но все послезвучие но вот здесь подчеркнуты и у них есть как бы вес у самих послезвучие ну моделька от хидис м м вторые они вот просто веселые просто в драйв хоть и детальные все но опять-таки нет вот этой вот насыщенности нет фундаментальности вот такой поддачи они просто вот веселые при веселые сравнении с этими эти чуть-чуть вот как бы знаете чуть-чуть спокойнее размере ней они больше так вот подают картину что под нее под не плясать а вот именно слушаться но если надо сплезвать то можно как бы сплезвать примерно вот ну вот так поэтому тут они тоже обходят и вот мы сталкиваемся с с метеорами с метеорами с родными и вот тут они очень похожи игра очень похож только метеорах как бы ярче получается выраженная вешка и вот знаете я вот после того как столкнулся с планарами для меня метеоры всегда были в принципе такой ну светловатой не скажу прям вообще светлой светловатой моделькой но после того как я столкнулся с фонарами они прям для меня темненькими становятся и как по мне ну вот 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 сейчас вот реально очень-очень сложно как по мне у метеоров есть все-таки вот как какой-то вот задор есть и всей послезвучая и и все нюансы и все эти но есть еще какой-то задор которого хотя у них вот спанчом один убежал хотя у них по панч не слишком быстрый не очень быстрый вполне в меру можно было бы чуть чуть быстрее но по сравнению спла 13 у них все-таки они такие более забористые более задористые поэтому поэтому все же на четвертом месте но это было сложно они точно так же могли бы оказаться и на третьем будь у меня более скажем так а не аналитично более ровного мне чего-то если бы хотелось послушать но тоже достаточно как бы низкого и глубокого по глубине они вот где-то примерно одинаковые ладно ребят если хотите вот четкого сравнения блок обязательно напишите а сейчас мы пустим нашего эксперта и пусть он посмотрит на эту модельку друзья мое мнение да вы как всегда уже услышали что сейчас нам скажет вот это пушистое чудо или покажет как тебя об опа опа замер в ожидании чуда не особо не интересно или шо или ты понты колотишь он такой как бы еще что опа опа да 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 коробочки мы любим а как те сама моделька гляньте и и модельку тоже он просто выжидал видели а как кабелю рванул ты что красавчик давай засаде был молодец звать об так что как-то так друзья всех обнимаю целую и до скорых встреч в нашем эфире пока